Следующее утверждение. Каждый считает, что кто-то гениален, кто-то не гениален. Это надо достигать, не достигать. Но по сути, если вы помните историю, что от природы каждый из нас по потенциалу одинаков, это что значит? Это значит, что у каждого из нас в голове примерно одинаковое количество нейронов и способностей мозга. Это потенциал, то есть это некоторый набор чего-то, что у нас одинаково. У нас у всех есть две руки, две ноги, у нас есть тело, башка. Но мы сейчас не берем случаи, когда некоторые люди родились инвалидами или стали. Потенциально мы все одинаковые. Дальше в зависимости от условий, в которых мы росли, среды, у нас какие-то области мозга развиты, какие-то не развиты. В силу этого одни люди отличаются от других тем, что называется талантом. У кого-то склонность на дуде дудеть, у кого-то дизайн рисовать, у кого-то перехитривать. Это то, что развивалось в той среде, в которой вы росли. Вот и есть смысл таланта, то, что называется. То есть это определенная способность или определенные области мозга, которые у этого человека больше развиты, которые чаще развивались во времени, поэтому он ими активнее пользуется. А другие, грубо говоря, спят. Но это не значит, что они умерли. Если тренировать другие области, которые вам хочется, они точно так же развиваются. Соответственно, состояние гениальности, как правило, то, что под этим подразумевается, это некоторое раскрытие ума или активизация всего мозга. И левого, и правого полушарий, и их некоторое активное развитие. Это тоже достигается в зависимости от степени интенсивности тренировки. Вы это все способны сделать. Дальше вспоминайте, что среда, в которой вы росли, является вмешательством. И простая формула. Наша эффективность в том, что мы делаем, равна наш потенциал минус вмешательство. То есть, если человек может, опять же, пересесть на кресло со стула, и это ему ничего не мешает, или как сделать дизайн, это одна история, вмешательства нет. Если меня сейчас связать и вот здесь посадить, что я физически не смогу туда переместиться, это будет вмешательством. То же самое, если какие-то области нашего мозга связаны, мы точно так же там что-то не очень хорошо делаем. Но если очень надо, и мы их будем тренировать, мы, в конце концов, натренируемся. Если мне будет очень надо, я каким-то образом, пробежав здесь, возможно, сутки, найду способ развязаться. Поэтому основной фокус, когда вы делаете какую-то задачу творческую, должен быть… Ну, есть смысл, чтобы он был не в том, как решить ее с точки зрения, буду ли я крутым, буду ли я считаться гением или не буду, а в том, чтобы сфокусироваться на решении самой задачи, это и произойдет как бы то самое естественное гениальное решение. Ну, то есть, ваша гениальность, как способность решать разные задачи, и чем многомернее, тем круче, тренируются не при мысли о себе, гений я или не гений, это белка в колесе, а при фокусировке своего сознания на решении самой этой многомерной задачи. То есть, это тренировка просто мозга. Если вы хотите достичь большего состояния творчества, решайте более объемные задачи. С первого раза не получается, есть ощущение, что башка болит. Это не значит, что плохо. Это значит, что она начинает развиваться, как мышцы, те области мозга, которые раньше спали и не работали, начинают тренироваться. Вы когда начнете мышцы качать в качалке, они тоже болят. Если вы это делаете регулярно, башка болеть перестает. Вы решаете просто задачи другие. С точки зрения, опять же, как это дальше пересобирать, мы часто чего-то боимся, боимся что-то потерять и так далее. Если у вас есть определенная цель в жизни или цель в профессии, и вы находитесь в какой-то стадии сейчас, в точке А, и вам нужно прийти в точку Б, то вы должны этот путь рассматривать с точки зрения самого этого движения. Возможно, у вас начнут отваливаться какие-то проекты. Вы должны быть готовы к тому, если вы достигаете какой-то поставленной цели, что вы будете, грубо говоря, чем-то жертвовать. Это не значит, что у вас там будут сильно стараться отбирать. Это значит, что это само отвалится как ненужное. Пять минут? Десять? Это тоже очень естественно, потому что когда вы преображаетесь в какую-то сторону, то, что было другое, лишнее или спонтанное, но в общем не ваше, нахватанное, оно начинает отваливаться. Это естественно. Простой пример. Ну, то есть я почему, например, одежду меняю? Вот чтобы за многой одеждой смотреть, ну, там ее стирать, гладить и так далее, требуется дохрена времени и ресурсов. Ну, так это вот незаметно, но если это в течение дня так внимательно посмотреть, потом посмотреть в течение недели, в течение месяца, в течение года, вот это дохрена потерянного времени. И тут вы вспоминаете чудесную историю про Эйнштейна, который ходил все время в одном костюме, у него их было десять одинаковых. Вроде как бы странный чувак, но на самом деле чувак был умный. Просто тогда не надо думать, что тебе завтра надеть. Представьте, когда вы зашли в супермаркет, и там не оказалось какой-то штуки, которую вы привыкли покупать, ну, не знаю, например, какой-нибудь сок. И вы начинаете выбирать из того сока, который есть. Вы тратите на этот выбор время. И так в каждом случае. Соответственно, время очень важный ресурс, ну, буквально единственный ресурс, который у нас есть. Потому что благодаря времени мы можем что-то сделать, а можем что-то не сделать. С точки зрения нашего намерения того, что мы собираемся сделать, страха не существует. Страх – это то, что нас тормозит это делать. Но если реально это важно сделать, тогда этот страх, ну, как бы рассеивается тем самым действием, которое совершается. То есть это всегда вопрос выбора, да или нет. Я либо боюсь, либо все-таки что-то делаю. Я либо охотник, грубо говоря, либо жертва. Ну и в зависимости от того, чего вы хотите достичь, вы принимаете вот эти простые решения. Субтитры создавал DimaTorzok